Продолжается рекультивация Владикавказского мусорного полигона. Сейчас на территории устанавливают защитный экран. Это предотвратит испарение газов и защитит от попадания воды. Работы проводят в два этапа на площади в более чем 80 гектаров. Сегодня на полигоне побывал премьер Борис Джанаев. Идет ли рекультивация по нормам безопасности, расскажет Алана Тумаева. Работы на Владикавказском мусорном полигоне ведут активно, практически без перерывов. Рекультивировать предстоит порядка 80 гектаров земли. К работам здесь приступили в конце прошлого года. Их проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Общая стоимость – 2 миллиарда 179 миллионов рублей. Он рассчитан на два года. Предполагается переформатирование 1 миллиона 800 тысяч кубометров ориентировочно техногенных грунтов. Объемы, как повторюсь, на 89% уже выполнены. Предполагается окончание первого этапа в этом году. Я так надеюсь, что где-то к середине ноября первый этап будет завершен. К примеру доложили, в первую очередь здесь занимаются зачисткой территории. Ее завершили на 85%. Также уменьшают площадь земель, которые находятся под свалочными массами. Освободить должны порядка 15 гектаров. Частично приступили к установке защитного экрана. Он полностью покроет все накопленные свалочные массы. Гора с течением времени будет становиться ниже. В планах ее озеленить. Эта территория станет экологически безопасной. Борис Жанаев также посетил строящийся рядом новый мусоросортировочный комплекс и полигон. Первую линию на 150 тысяч тонн запустят к концу этого года. Это у нас первый цех. За этой стеной у нас основной цех, куда поступают отходы, где они выгружаются. Когда планируется поступать отходы, да? Будет стоять у нас разрыватель пакетов там. Также вот за нами у нас находится разрыватель пакетов, пресс-компанк. Отходы вторичного сырья будут поступать в него и будут прессоваться. Благодаря сортировке часть мусора, так называемую полезную фракцию, будут извлекать и отправлять на вторичную переработку. Это позволит значительно сократить объем будущего захоронения. А еще современная технология на новом полигоне включает в себя изоляцию отходов. Это уже сейчас позволяет говорить о том, что в перспективе полигон не нужно будет рекультивировать в таком объеме, как сегодняшний. Премьер подчеркнул, главная задача – проводить работы в полном соответствии с нормами безопасности. Каждый, чтобы осознавал степень ответственности за принимаемое решение. В первую очередь, освоение федеральных средств в полном объеме должно быть, без всяких нарушений законодательства. И никакой экологической проблемы на территории республики не должно быть. Поэтому взвешенно принимайте решение, конструктивно, и вопрос должен быть решен. Рекультивацию Владикавказского полигона и строительство мусоросортировочного комплекса планируют завершить к концу следующего года. Алана Томаева, Заркудзаев, Новости Осетии.